Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Тема «Война. Вопрос. 2710-й». «Если предчувствия какие-то, что война обязательно будет, кто об этом пишет прямо? Перед Первой мировой войной были такие размышления?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Были и притом в разных слоях населения, как и сейчас». Кавычки открыты. «Грядущий день». Первого фессалоникийцам 5.3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве, и не избегнут». Эти слова пророческого значения сказаны очень давно. Сказаны они фессалоникийцам в предупреждении пришествия Дня Господня. И вот как многозначущи они ныне. Человечество наших дней, гордое человечество, гордо называемого XX века, упоённое своей мнимою культурой, глубоко презирало эти вещи слова. Оно в своём самообольщении результатами своих приобретений в области техники, промышленности, науки и мышления гордо установило, что ныне настало время мира на земле, что никакая неожиданность не может грозить человеку своей катастрофичностью, а посему, мол, и эти слова суть пустой звук. «И нужно признаться, что если смотреть на этот вопрос глазами ограниченного ума человеческого, ума не просто ограниченного человека, а глазами ума человека, стоящего на высоте современных человеческих достижений, то и нельзя было бы не прийти к тому заключению, что мир на земле почти обеспечен. Да и как было этому не поверить, когда об этом свидетельствовало столько обстоятельств, влиявших на установление этой веры? Во-первых, религия уже целые тысячелетия трудилась над дикими инстинктами человека, облагораживая их. Во-вторых, изобретения человека настолько сблизили народу между собою и так спутали их духовные и торговые интересы, что никакое несогласие между ними казалось невозможным. В-третьих, орудия войны под влиянием гениальных усовершенствований в своих силах разрушения, смертоносности достигли такого внушительного совершенства, что они заставляли бросить всякую мечту о нападении одного народа на другой. Ибо уж слишком наглядную казалось очевидность невероятного истребления себя и других и вся невыгодность этой операции. В-четвертых, современные социальные учения, казалось, в корне уничтожали всякую национальную рознь, сводя борьбу не к борьбе национальности между собою, а к борьбе неимущих классов всеимущими. Ибо самыми злыми страданиями современного человечества были не страдания от господства одной нации над другой, а страдания от господства имущего класса над неимущим. А эти страдания от засилия имущих над неимущими во всех странах одинаковы. Поэтому-то социалисты всех стран и кричали на весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Это был мировой призыв к мировой борьбе. Но только не государство против государства. Не нации против нации, а класса против класса. То есть бедных против богатых. Это движение было сильно объединено международно и облагоустроено. Вожди этого движения уверяли и сами верили, что они, когда надо, не дадут совершиться нападению одного народа на другой. И вера эта казалась прочной. В пятых, и сами правительства государств Сознали пагубность современной войны и одинаковую ее разорительность. Как для побежденного, так же точно и для победителя. И поэтому делали время от времени съезды мира. На этих мировых съездах представители государств трудились над решением вопросов, каким путем установить мирное сожительство народов между собою, над изысканием средств разрешения споров между государствами путем третейских судов и тому подобное. Для этих съездов и в этих целях был создан в Нидерландах, в Гааге, огромнейший дворец мира. В нем заседал мировой трибунал, руководивший делами этого стремления. Кроме этого, существовало множество обществ мира, разбросанных по всему свету, задачей которых было трудиться над распространением мечты о достижении мирной жизни народов между собой. Примером стремлений этих обществ могут служить слова руководителя одного из таких обществ, в Англии, Сэра Макса Ветчера, приведенные в номер 12173 нового времени от 31 января 1910 года. Вот что, между прочим, изображено было в этой газете. В Петербурге в настоящее время гостит сэр Макс Ветчер, популярный английский общественный деятель, задавшийся в последние годы грандиозной целью объединить все европейские государства в одну великую европейскую федерацию на экономических началах. «Мы не поднимем», — говорит сэр Макс Ветчер. Вопрос о всеобщем разоружении, так как мы того мнение, что этот вопрос будет разрешен отдельными государствами по мере осуществления идеи Европейской Федерации. Желательно лишь, чтобы все государства объединились для совместной защиты Европы. И в этом случае вопрос о войне и мире должен быть в руках особого Европейского комитета, который и решает вопрос, быть в войне или нет. «Мы имели возможность убедиться, так продолжает сэр Макс Ветчер, что наш проект в главных своих чертах встречен повсюду с величайшим вниманием и большим сочувствием, вследствие чего мы и надеемся на близкое практическое осуществление наших идей. «Моя работа близится к концу. Я надеюсь создать международную силу, с которой придется считаться и которая сумеет остановить любую волну». Квачки закрыты. «Эс Нилус. Близ грядущий Антихрист». Страница 197. Припомнить надо также и экспертистов, последователей международного языка эсперанто, которые создали огромное международное сообщество, говорящее одним языком и стремящееся к цели установления братства народов между собою. И их призыв был таков. Посредством эсперанто к братству всех народов. Современные науки также имели совершенно международный характер, а та же и торговля. И множество других обществ и сообществ трудились на почве объединения между собою народов. А потому-то невольно и говорилось «Мир, мир и утверждение». И верил, что это именно так и должно быть, а не иначе. И это было очень понятно. Уж слишком бессмысленной казалась война современному образованному и мыслящему человеку. И человек гордился этим сознанием и, опираясь на свои чисто человеческие знания, хотел устроить свою жизнь, устроить ее вне Бога. Устроить не на фундаменте Божия благоволения и благословения, а на фундаменте гордости своего знания. Поэтому человек и удалился от Бога. Бог ему стал ненужен. Как делается ненужным, вставшим на свои ноги сыну, отец? А поэтому человек и забыл про Бога, забыл и про заповеди Его. И забыл до того, что даже стал дерзко утверждать – нет Бога. Как тот безумный, о котором сказал царь Давид. Псалом 13, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем – нет Бога». И потому случилось с человеком по тем же словам псалмопевца. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро. Да, так именно так и вышло оно с человеком теперь. Человек, забыв Бога, приспособив по своим похотям евангельское учение, католичество, и даже извратив смысл его, а часто даже отвергая его и называя христианство религией человека мямли, человека, воспитывающегося в хлопушках, обложенным хлопьями ваты, как слаборожденный цыпленок в печурке. Человека, якобы никчемного, не способного к борьбе на поле жизни, не способного создавать, творить и повелевать. Протестанты и безбожники. Стал поклоняться религии разума, религии физической силы и человеческой воли. Дойдя до этого, человечество отвергло совесть, отвергло жалость, стало за непостыдно считать, ограбить, обобрать другого. Лишь бы сделать это культурным, в кавычках, способом и даже похвальным, провозгласило установление сознания «Человек человеку волк». А отсюда уж понятным вытекало, что если не ты съешь другого, то он съест тебя. В догмат возвели мысль. Человек — мир, сам себе вполне законченный, самодовлеющий, имеющий возможность существовать без посторонней помощи, а потому ему ничуть не позорно все сметать, что станет на пути его, желаний. А если не он столкнет другого, то его самого столкнут с пути других. Учение анархистов. Долой все, неспособное жить своими силами. Долой из земли живых все слабое, хилое, больное. Пусть живут только здоровые, сильные люди, точнее, человека-звери, проповедовали они. Мерзость этого дьявольского учения разливалась на все стороны человеческой жизни, и всю жизнь человеческую оно отравило ядом своим. Раз установилось понятие «жри», а не то тебя сожрут, то уж тут никаким нравственным поступкам нет места. Разрушались отношения людей между собою, как двух равных миров. Разрушались и их права одного к другому, как нравственные, вытекавшие из христианской религии, так и гражданские, установленные государством. Святого у человека по отношению к человеку ничего не оставалось. И поэтому человек действительно начал руководиться инстинктом волка, жрать вся и все, что сожрать может. А если подавился какой-то костью, ну туда мне и дорога. Не стало уважения к чужой собственности, к чужой супруге, сестре, матери. Не стало содружества. Не стало уважения к семье, обществу и государству. Государства между собой так же жили, руководясь волчьим инстинктом. И старались, несмотря на свои мирные съезды, превзойти одного другое своими вооружениями. В последнее время стало крылатым выражение. Вооружены до зубов. Но, оказывается, и это выражение было бледно перед действительностью. Этими вооружениями, давившими народы своей стальной чажестью, по мысли немцев, германцев, устанавливался якобы самый надежный мир. Они даже и пословица на этот счет выработали. Если хочешь мира, будь готов к войне. То есть, им казалось, что вооруженная готовность к войне удержит всякого от войны. Но ведь это же с их дьявольской руки думали и другие. Или точнее, были вынуждены думать так и так же тщательно вооружаться. К чести России, Франции и Англии, что не они придумали и установили мысль, что человек человек волк, и что отношение человека к человеку должно быть волчьим, а немцы протестанты вначале и безбожники потом. В особенности к чести России, что она на этот призыв все время стремилась влиять как раз в обратном направлении. То есть, что она не хотела признавать за догмат этой волчьей мысли, а призывала народа к мирной жизни и сокращению вооружений. А если можно, то и к разоружению. По чину ее венционосного вождя был первый съезд представителей государств для обсуждения условий мирного сожительства. И нужно признать, что большинство государств на этот призыв откликнулись. Сочувственно, и лишь германцы остались особняком и не хотели признавать за полезное это стремление. Зато и к своему горю государства, стремившиеся к осуществлению задач мирного сожительства, внимали голосу, зовущему к миру, и верили в достижение этих стремлений. Эти государства, веря в рассудочность современного ума человека, верили даже и в то, что ум человека победит в нем инстинкты зверя. И потому мирное сожительство государств вполне достижимо. Поэтому они все усилия германцев вооружаться с ног до головы считали безумными, непроизводительными тратами труда и времени. Поэтому они и вооружались только поскольку это было необходимо. Чтобы не быть в случае поочечаяния взятыми германцами голыми руками, как говорится. Они верили и говорили, мир, мир и безопасность. Война невозможна, она даже немыслима между европейцами, ибо это будет не война, а взаимоистребление. Человеческий рассудок не допустит до этой разрухи. Да и сам Вильгельм, ныне пресловутый император германцев, также направо и налево утверждал «Мир, мир, воевать нельзя, и не нужно, и не с кем». Мало и этого, он даже сам предупреждал в европейские государства от грядущей опасности с Азиатского Востока, с возвышением Японии и пробуждением Китая. Он звал Европу к жизни в согласии, дабы не быть порабощенными азиатами. И собственноручно картину нарисовал, изобразив символически группу государств Европы, сбившихся в кучку и с ужасом всматрившихся вдаль Востока, откуда поднимается ужасный желтый дракон с раздвинутой пастью, стремящийся поглотить Европу. И Германии на картине было отведено первое почетное место в защите Европы от желтого дракона Востока. Не дивна ли это аллегория? Не благородный ли это призыв? И как было не восклицать, созерцая все это? Мир, мир и безопасность. И восклицали, и верили в это, и надеялись, что это так именно и будет. Вера и надежда были, но не было любви. Пока Вильгельм говорил одно, а по ненависти, по зависти он думал другое. Усыпляя бдительность народов соседей, призывали к миру. Он в ту же пору потихоньку оттачивал нож, чтобы иметь возможность подчинить себя этих соседей силой. Дьявол с завистью, внушивший мысль, жри, а не то тебя сожрут, действовал медленно, но верно. Ибо Вильгельм никому не верил и все думал, что его обманут, нападут и покорят. Общество человеческое, засевшее большие поля жизни ветрами безверия, жизни по чувствам животного, а не человека, живущего в Боге, должно было пожать бурю, ураган, рожденный этими посевами. Посевы эти росли, цвели и, наконец, принесли старичные плоды. Тот, кто первый провозгласил призыв «Мир, мир и безопасность» в 1898 году, то есть наш венценосный вождь, в 1914 году первый вынужден был вынуть меч из ножен и нарушить эту идею. Злая воля германской политики в своих затаенных стремлениях втравила Россию в войну на Дальнем Востоке в целях ослабить ее, чего и достигла. Этого желали и другие государства, хотя и на свою голову, как оказалось теперь, ибо тогдашнее могущество России было всем завистью. Но таковы человеческие стремления. Известно, что обычно стремятся к одному, а достигают другого, и при том совершенно противоположного. Сущности противоположных результатов добилась и Германия. Россия в войне с Японией приобрела тяжело доставшийся, но зато полезный опыт, урок, благодаря которому в нынешней войне она оказалась гораздо сильнее, нежели могла бы быть, если бы она не имела японскую войну и не пережила революцию. Но война на Дальнем Востоке была лишь прологом к грядущим событиям, событиям ужасным, последствия которых трудно предвидеть. Война России с Японией – это была первая звена той длинной цепи событий, которые ныне развиваются, цепляясь одно за другое, и выковывая могучую железную цепь событий грозного предопределения свыше. Грядущий день ужасен. Разгадать его содержание не в наших силах, но сам он виден в тумане предведения. О нем, об этом дне ужасов и смерти говорили пророки Даниил, Иезекиил и Иеремия в Ветхом Завете и Иоанн в Апокалипсисе. В новом. Это день грядущего тысячелетнего царства Христа с избранными его и борьбой с Антихристом. Последствия войны с Японией имели причинную связь с войной Балканской. Эта вторая была вызвана теми же злобными силами, травившими одних на других в стремлении ослабить борющихся и захватить их, ослабленных под свою опеку, а потом и в рабство. Пророчества о конце всемирном связаны с пророчеством о падении и восстании Царьграда, то есть Константинополя. Царьград, павший под ударами Магометан, в свое время, согласно пророчеств предсказанной при его закладке, на основании виденных Константином в равноопорственном орла, Орла, схватившую змею и поднявшую с нею в воздух, поднявшуюся, и павшую оттуда бездыханом от укуса змеи, и потом этой змеи, убитой христианами, восстанет. И именно так, как было разгадано тогдашними мудрецами это событие. Орел христианства. При Константине, победившей язычество и создавшей Царьград, Второй Рим, змея, магометанство, не изведшая Византию, а с нею и христианство. На месте греческого царства до ничтожества. Змея, убитая окружавшими царя христианами, это Турция, имеющая погибнуть под ударами христиан. И при том, по пророчеству христиан севера и с именем Русь. Но прежде чем русские или русы завладеют Царьградом, около него сойдутся многие народу на общую битву, на общее истребление, встребление каждого самому завладеть вожделенным городом и его выгодным местоположением на мировых путях народов. Время это приблизилось. Приблизились ужасы всеобщего истребления народами друг к другу друга. Приблизилось время конечного падения Турции и освобождения Царьграда и Святой Софии от его неверных. Стало быть, близок след за сим и день грядущего Господа. Все события с несомненной ясностью говорят за то, что Святая София должна быть в руках русских. Это говорят и древние пророчества, это говорят и события настоящего времени. Если ее голос умеют слышать и понимать, Святая София про пророчество будет в руках христиан восточно-православных. И, следовательно, ни протестанты немцы, ни католики французы, ни агликане не могут ей владеть. Не могут ей владеть и болгары, как отступившие в группу врагов восточных и изменившие идеям славянства. Не могут владеть и греки, ставшие в двусмысленное положение к восточным. День грядущий близится, русские будут в Царьграде. Но прежде чем это настанет, сколько ужасов должно совершиться, сколько крови будет пролито, сколько слез и стенания, плача и вопля. Пророчество говорит, что на устьях Константинополя, Босфор, Дарданеллы сойдутся все народы земли, чтобы сразиться друг с другом. Крови будет пролито столько, что она будет достигать конской узды. И народы земли во взаимоистребление превзойдут все ужасное, что только можно себе вообразить. Всякая фантазия бледна перед имеющимся совершиться ужасами. Ныне вокруг Царьграда уже собираются народы земли, чтобы взаимно сразиться. А части уже и сражаются. Кто там, кого там нет. Русские, турки, англичане, французы, болгары, греки, немцы, всяких видов, австрийцы, баварцы, фруссаки, саксонцы и так далее, венгерцы, чехи, поляки, румыны, черногорцы, канадцы, бразильяне, индийцы, кафры, сомалийцы и прочим, им же не честь числа. Персия, Афганистан и Китай к этому германцами подготавливаются. Япония уже участвует в войне, и следовательно остается только малое число государств, которые еще не пришли на взаимоистребление. Но и они еще придут, и их захватит водоворот мирового бедствия. И мы ныне уже видим духовными очами, что предсказанные события начались и развиваются. И развиваются они совсем не так, как их направляют люди, а именно так, как это угодно проведению, или точнее тому, кто управляет мирами. Люди своей ненасытной жажды, честолюбия и самообращения своего разума делают как будто свое строго обдуманное дело, а на самом деле делают то, что предначертано Богом. Германцы в стремлении покорить мир создали стремление, называемое по-немецки, то есть движение на восток. И, подготавливая успех этого движения, толкнули русских на Дальний Восток и стравили с японцами. Это была первая кровь, пролитая в сущности не на полях Манчжурии, а на проливах Константинополя. В этом же стремлении сразились балканцы с турками, а потом передравились между собой. В этом стремлении Германия заполонила Турцию своими инженерами при постройке Багдадской железной дороги, начавшейся из Константинополя и своими офицерами в турецкой армии. Когда же балканцы были ослаблены, а Турция мирно полузавоевана, Германия натравила Австрию на Сербию. В явном предвидении, что это вызовет войну, Австрия с Россией, а потом Германия, якобы спасая Австрию, подчинить ее себе. Сербию и Черногорию поработит. Болгария сопротивляться не посмеет, или же будет раздавлена. Румыния не пикнет, Турция будет захвачена, Россия умылена. А потом, спустя время для новой подготовки с новой завоеванными и порабощенными народами, Германия окончательно задушит Россию, потом Францию, и уже после всего Англию. Италия, как союзная страна, сама собой поглощалась Германией. О Персии говорить не стоило. Индия с падением Англии также подчинялась Германии. А остальные малые государства, как, например, Испания, Португалия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция сами собой поклонились бы Германии. Это приблизительно самая точная картина событий, которые рисовались умственному взору германского императора. Вот тогда-то именно он и противостал бы дракону Желтого Востока, как казалось ему. И вот поэтому-то он и нарисовал Германию, стоящую впереди всех народов Европы, на своей аллегорической картине с желтой опасностью. Получалось впечатление, смотря на картину, народы Европы боязливо прячутся за спину Германии. Мы видим изнезложенного, что план Германии задуман был цельно. И с такой же цельностью началось его осуществление. Чтобы дать личину приличный предлог поглотить Сербию, задумана была провокация убийства австрийского престола наследника в Боснии гимназистом, сербам по национальности. Австрия решила своими средствами покарать Сербию за якобы науськивание на это убийство. Россия, разгадавшая план немцев, не могла не вступить за Сербию, а Германия поспешила объявить Россию войну. Но так как Франция не могла допустить разгрома России, Германии и Австрии, то она также запротестовала, а так как у Германии был давно составлен план разгрома Европы, начиная с Франции, как с самой слабой, по ее мнению, страны из числа тройственного согласия Русь, Франция, Англия, то чтобы не нарушить цельность этого плана, Германия, не дав Франции оглянуться, а думаться, бросилась на нее со всей силы подготовленного вооружения. А чтобы бить, наверняка, Германия бросилась на Францию через Люксембург и Бельгию, ибо прямо на Францию броситься было нельзя, так как тогда пришлось бы наткнуться на целый пояс французских крепостей. Через нейтральное же государство крепости обходились и Францию взять было легко. Само собой, разумеется, что этот план был построен на подлом понятии германцев, что все средства хороши, лишь бы была достигнута цель. Бельгия и Лексенбург были строго нейтральны, как государства маленькие, не могущие оказать сопротивление, а по международным правилам нейтральных государств тронуть никто не должен. Никто также не должен пользоваться для своих целей и их землями, а поэтому Франция и не защищала себя крепостями со стороны этих государств и не ждала оттуда нападения Германии. Рассчитывая на это, Германия надеялась управиться с Францией за какой-нибудь месяц, не больше. Веря в пословицу, что победителя не судят, Германия надеялась, что она будет победительницей и обвинила, что международные договоры это нечто иное, как только клочок бумаги, а поэтому и не пожелала считаться с нейтралитетом Бельгии и Лексенбурга. Англия напротив полагала, что договоры должны уважаться, выполняться и защищаться, а поэтому она встала на защиту попранных прав и на помощь Бельгии и Франции. Россия сверх ожидания скоро собравшейся разбила австралийские армии и вторжечь своими силами в Австрию и Пруссию помогла Франции, разбив немцев, подошедших к сердцу ее Парижу и отбросили их границы. Сербия также была спасена от разгрома этими удачными действиями. Германия сумела втравить войну Турцию и она бросилась на Россию со стороны Кавказа и Черноморского побережья. Англичане и французы бросились к Дарденалам, чтобы ослабить удар на русских. Русские, разбив флот турок-немцев, загнали его в Босфор и начали громить берега Турции по Черному морю. Разбитые на Кавказе, турки бросились в Персию, Месопотамию и Египет. Разбитые там и видя, что царь Царьграду грозит серьезная опасность, турки все силы собрали к Дарденеллам, где и завязались кровопролитные бои. Видя успехи русских и французов, Италия бросилась на Австрию, желая свести с ней свои давнишние счеты, и невзирая на то, что она состояла в формальном союзе с Австрией и Германией, разбитая в 1914 году Германия, воспользовавшись случаем, что русские войска остались без снарядов, вышибла их из Австрии и Пруссии, а также захватила большое пространство и русской земли. Это подняло смелость Болгарии, и она ринулась в отвратительную братоубийственную войну с Сербией. Страх перед Германией сковал чувства румын и греков, и потому они отказались от договора с Сербией взаимно защищаться, объявив, что они желают остаться нейтральными и что их договор вовсе и не обязывает их защите Сербии. Германцы пришли на помощь разбитой сербами Австрии своими войсками и вторлись также в Сербии. Ныне Сербия, теснимая с трех сторон, истекает кровью в неравной борьбе. Союзники, французы и англичане пробили себе через Грецию, через Салоники коридор и послали войска на помощь Сербии. Вероятно, очень скоро туда же придут и русские. Германцы, заняв почти всю Сербию, открыли себе прямой путь через Болгарию в Турцию, в Сальград, на Босфор и Дарданеллы. Вот там-то и должны будут разыграться последние события, предсказанные пророчествами. Помимо воли борющихся, как-то само собой борющихся тянутся к Сальграду. Сербия, напрягающая усилия отбросить врага, притягивает своей слабостью к помощи союзников. А эта помощь, в свою очередь, увеличивает напряженность австро-германцев. А Россия также вынуждена будет найти пути, чтобы проникнуть туда своими войсками. Румыны и греки очень скоро будут втянуты в эту борьбу. Им невозможно устоять. На чью бы сторону они не встали, но принять участие во взаимоистреблении они будут должны. Веление Рока неизбежно. Им этому велению подчиниться придется. Там, на узких пространствах земли между берегами Черного, Эгейского и Мраморного морей у Босфора и Дарданеллу и развернутся издали предсказанные ужасы взаимоистребления народов земли. Со всех концов земли соберутся туда народы, говорят пророчества. Так оно и есть уже наполовину. Так оно и будет окончательно. Кровь человеческая достигнет конских ус. И люди истребляя друг друга дойдут до крайнего изнеможения. И только те, что многочисленнее, а главное те, кому Рок судил, овладеют Царьградом и проливами. Они и прекратят это кровопролитие. Но ненадолго, ибо вслед за этим грядут события еще более горькие и ужасные. События, непосредственно примыкающие к царству Антихриста. Это царство настанет и настанет столь внезапно, что народы земли и не подозревают этой внезапности. Царство Антихриста пойдет вслед завоевание константинополе христианами. Христиане, потрясенные великими взаимопоражениями и бедствиями, вытекающими из этих поражений, низвергнут своих правителей и подвергнутся страшной мучительной анархии. Страдания от анархии будут столь ужасны, что люди дойдут до отчаяния и в этом отчаянии впадут в мистицизм, обратятся как будто бы к Богу, чтобы Он исцелил их непосильные страдания, но не дремлющий враг Божий вместо Бога подставит им Антихриста, который завладеет умами человечества, подчинит их себе и заставит перед собой преклониться. Известно, что Антихрист будет от евреев, что он создаст мировое царство, в котором властвовать будут евреи. Читайте мою брошюру к братьям нашим беспополосам об Антихристе. Евреи ждут своего Мессии, то есть Избавителя, и верят, что они будут царствовать над народом земли, и соответственно с этим они подготавливают мировые события. Они, рассеяны по всему лицу земли, нигде никак не слились с народами их приютившими, а как были, так и остались евреи. Даже приняв христианство, они стоят тем же, чем были, настойчивые, пронырливые, они везде и всюду проникли в науку, в искусство, в технику, промышленность, печать и даже управление государствами. Их капитал уже царит надо всем и диктует всему миру их желательные условия. Печать, захваченная имя в свои цепкие руки во всем мире, проводит их идеи. Телеграфные кабели, находящиеся в их руках, также служат их задачам, хотя мы этого еще и не не осознаем. Они создают народные волнения, террор и ужасы революции. У них есть таинственные руководители, что откуда-то из недосягаемых таинственных глубин руководят своими массами, действуя посредством их наумы и действия нас, христиан. Вот что по этому вопросу еще в 1856 году говорил один еврей, каббалист, в своей книге, изданной им по-французски. В переживаемой нами эпоху подготовлено уже все для нового взрыва евангелического энтузиазма и христианского бескорыстного подвига, и это в силу всеобщего разочарования во всем. Успех некоторых книг и мистическое направление умов все это вовсе недвусмысленные признаки указанного общего предрасположения. Возодомляет старые заброшенные храмы, строит новые. Чем большую пустоту от утраченной веры чувствует в себе человек, тем он страстнее предается надежде. Мир весь еще раз ожидает Мессию, и Мессия не замедлит явиться. Найдись, например, теперь человек высокопоставленный или по положению своему, или по богатству, будь то король, или папа, или даже еврей-миллионер, и пусть этот человек торжественно и всенародно пожертвует всеми своими материальными интересами на благо человечества. Пусть сделается он искупителем бедных, апостолом, и даже жертвой учения о самопожертвовании и благотворении. И тотчас же вокруг него вздымится неизмеримая огромная волна сочувствия, и полный нравственный переворот совершится во всем мире. Но для этого прежде всего необходимо высокое положение данного лица. Ибо в наше время нищеты и шарлатанство всякое слово исшедшее с низов. Но для этого прежде всего необходимо высокое положение данного лица. Ибо в наше время нищеты и шарлатанство всякое слово исшедшее с низов подвергнется подозрению в горделивых замыслах и коррестолюбивом мошенничестве. Если вы ничто и у пост если вы ничто и у вас нет ничего, не смейте тогда и думать стать апостолом тем паче мессиями. В наши дни не внемлют даже божественно возвышенному слову. Если ему не обеспечен успех известностью имени лица его произнесенного, то есть тот успехи, который представляет собой некоторую материальную ценность. Мы живем в век благоприобретенных положений. Ценность человека определяется исключительно тем, чего стоит он в социальном и коммерческом отношении. Неограниченная свобода слова произвела такое слово столкновение, что в наши дни уже не спрашивают больше, о чем говорят, но спрашивают, а кто сказал это? Если этот сказал Ротшильд или его святейший Пи девятый, то это кое-что стало быть значит, Мессия придет и будет основано всемирное царство, которое даст мир миру. Основание царства этому положит нация, в которой теперь сосредоточила вся энергия и весь интеллект жизни. Основание царства этого. Весь мир пойдет за знаменем победоносной Франции, пока верующие христиане передавались сладкому сну, предавались. Гонимый израильтянин, презренный жид христианской цивилизации, трудился, занимался торговлей, играл на бирже, становился богат, овладевал реальными ценностями земной жизни и наконец получил возможность сужать в кредит средства существования тех самых культов, тем самым культом, которые жида этого столько времени преследовали. Древние поклонники ковчега остались верны в вере в заветный ковшельжец. И биржа теперь их храм, откуда они управляют ныне всем христианским миром. У всемирного этого царства будет одна всемирно господствующая религия. Эта религия у народов земли в настоящее время имеет три формы. По внешности враждебны друг другу, но они вскоре соединятся и образуют одну всемирную церковь. Под этими врожденными до времени друг другу формами одной и той же в сущности веры я подразумеваю русское православие, римский католицизм и последнее окончательное преобразование религии Будды С. Нилус Близ грядущий антихрист и царство дьявола на земле страница 189 по 191 Не правда ли, как все это пророчески верно? Все, все именно так и совершается и ведет шаг за шагом к предвозвещенному. Ныне народы земли уже стравлены между собой в истребительную войну, чтобы воевать, а не лезут в долги к еврейским банкирам. То есть, другими словами, народы сами себе набрасывают петлю на шею и телесно, и экономически, и духовно. Весь 1916 год люди будут взаимоистребляться. В 1917 году будет развязка этого кровопролития, после чего настанут великие бедствия разорения, голода, мора и смятений. Грозные революции и анархия вызовут стремление к вере, мистицизму и чаяния прихода избавителя. Но религию христиан подменят суррогатом, христианство подкрашенным, реформированным под христианство буддизмом или чем-то вроде его. Политические народы объединятся незримыми таинственными руководителями в Соединенные Штаты Европы с республиканским образом правления. Те же незримые таинственные руководители умами человечества заставят народа и земли признать добровольно еврейство руководителем мирового государства. Хотя вначале еврейство осторожно и уклонится от этой чести. Будет действовать через правителей якобы христиан, но христиан идущих на незримом поводу еврейства. Наконец, когда страдания людей дойдут до высшей точки невыносимости, народу будут сами приносить и в невыносимое отчаяние умоляя своих правителей дать им такого царя, который сумел бы избавить их от мучений нищеты, голода и безвластия. Вот тогда и придет тот, который так давно ждет свое время. Он придет и сберется на престол мироправства, усмирит анархию, подворит порядок и путем ему известных мероприятий успокоит метущиеся народы и накормит их. Все это как бы чудом поразит народы и потому, когда он объявит себя монархом, все с восторгом признают его таковым. После всего и разыграются конечные события. Мудро управляя народами антихриц после водворения порядка политического насыщения и обогащения хотя мнимых, будет стремиться к водворению порядка согласия и религиозного в целях создать условия для того, чтобы он был признан за Бога. Для этой цели он соберет Вселенский Восьмой Собор. Об этом событии так говорится в книге того же Нилуса. Близ грядущий антихриц и царство дьявола на земле страница 103 4 Такому Вселенскому Собору время быть только при всемирном царе и владыке, ибо у него как такового и может быть на то достаточная полнота и мера власти. Место тому Собору Иерусалим, где Господь наш распят, ибо там на престоле восстановленного Соломонова храма и воссядет презренный как Бог выдавая себя за Бога. На месте древнего Соломонова храма на священной горе Мария уже стоит мерзое запустение мечеть Амара посвященная Богу лжепророка Магомета звезде утренней шести и пятиконечной звезде Люцифера Деницы Богу лукаво и боязливо укравшему себя единобожьим Корана но приблизится час когда мечеть Амара будет уступить конечной мерзости запустения восстановленному якобы Соломонову храму посвященному не единобожию Магомета не Адонай Богу ветхозаветного Израиля Богу Моисея патриархов и пророков Мессии истинному а дракону змея древнему мрачному Богу еврейства Талмуда Торы Шулхан Аруха Каббалы Чернокнижия волхов магов и чародеев уголтованных в путь апокалиптическому зверю К этому времени приурочиваются пророчествами события появления пророков Ильи и Иноха для противодействия Антихристу Эти пророчества вызовут в действии Антихриста злобу и борьбу отчего мягкий ласковый и приятный в начале своего правления он превратится в жестокого мучителя тирана Борьба между его последователями и последователями пророков будет в своей безоходности страдания люди будут богохурствовать и проклинать святых пророков Антихрист используется этим возмущением народов против пророков убьет их и бросит тела на попирание людей и три дня они будут лежать попиранием людьми на улицах Иерусалима Антихрист примирив на соборе религиозное разумыслие народов постяет восстановленную им храме Соломона на престоле и объявит себя Богом требуя себе божеского поклонения и почести но страницы профессию что он на свете нужен но копину он так и не нашел куст несгораемой ему не повстречался то древний Моисей был взят в шевол а мой отец перед смертью причащался законы сына отца не Моисея столкнулся с огненным столпом на корабле мой опыт ум тогда Господь просеял поставил на колени чтоб заблеял я не учитель но и не баран при глупое животное со жвачкой призвал бог солов и выставил на брань дал ручку карандаш бумаги чистой пачку законспектировал я от и до писания каноны толкования житья перезнакомился кто назван был отцами еды готовил разный и питья копировал кому-то подражал на моей комнате Библия светила могу сказать оточен был кинжал света моя не тлела не коптила я не учитель повторяю снова у христа раскрывший рот сидел во всем всегда авторитет мой слово в учениках усердных посидел конечно двоечник к счастью не прослыл полученные знания разносил умножил на все просил у юговы сил при встрече с елисю оружие изножен 16.03.05 Игла Игнатий Лапкин плачев лампы 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 я